Главное пасхальное блюдо, которое должно быть на Пасху на каждом столе, это, конечно же, пасхальный кулич. Кулич своей формой, да и содержанием является символом воскресшего Христа, который в этот праздник приходит в каждый дом. История кулича берет свое начало с языческих времен. У многих народов существовал обычай – печь весной хлеб и приносить его в жертву земле. Ритуал был посвящен богам полдородия. Это говорит о том, что хлеб был основой основы во все времена. Он символизировал благополучие, здоровье и саму жизнь. Куличи на нашем предприятии производятся по традиционной технологии, на большой густой опаре. Процесс производства очень долгий. С момента замеса опары до тех пор, как готовая продукция выпекается и выходит из печи, длится более 7 часов. Куличи начинают печь в Великий четверг, чтобы успеть осветить их в церкви перед Пасхой. Обычай делать на Пасху куличи связан с историей о том, что Иисус Христос приходил к апостолам, где те трапезничали. Во время трапезы ученики Христа клали на середину стола хлеб для своего учителя. А поскольку храм – это дом Христа, то появилась традиция оставлять в церкви хлеб для спасителя. Этот хлеб на Пасху освящали, а потом раздавали верующим. Замешанное тесто выбраживается в течение часа, и дальше вы из заготовки поступают после разделки на растойку. А сколько в таком получали куличиков? Здесь, если по 500 грамм разделывать тестовой заготовкой, то получается замеса 92 кулича. Дом, семья в христианстве считается малой церковью, поэтому традиция печь пасхальный хлеб – кулич – стала чуть ли не обязательной для православных христиан. Считается, что кулич, который стоит на столе на Пасху – это символ незримого присутствия в Доме воскресшего Христа. Здесь расточный шкаф. В шкафу в течение часа тестовые заготовки увеличиваются в два раза в объеме. Сейчас пекарь у нас, оператор, вытащит контейнер из расточного шкафа и поставит в печь для выпечки куличей. Куличи на Пасху пекут из добного дрожжевого теста. Желательно, чтобы он внешне немного походил на церковь, то есть был высоким цилиндрической формы. Наш рецепт, можно сказать, отобран годами. Мы как начали, разработали это наша своя рецептура, очень сдобные изделия. И давно, более 20 лет мы уже производим куличи, и покупатель ежегодно приходит, спрашивает, вы ничего менять не будете? Я говорю, нет, ничего менять не будем. Мы только вот в этом году увеличили содержание еще больше изюма. На прилавке в рязанские магазины пекари планируют поставить около 100 тонн пасхальных куличей и кексов, а продажа праздничной выпечки началась уже сегодня.